Я благодарен Богу, что Сергей начал говорить о том, что в последнее время ситуация в мире меняется. Буквально вчера я получил письмо в нашем пастырьский духовный совет города. Я получил от них такую ссылочку или даже не предупреждение, а расстройство, можно сказать, о том, что 10 по 14 августа в Одессе хотят провести ЛГБД или ЛГБТ, такой уличной минафистации или же какое-то действие, акции всевозможные, которые говорят о том, что типа Одесса прайд и за свободный город. Одесса как свободный город. Знаете, это сообщение сразу мгновенно возмутило религиозное общество. И уже завтра, в понедельник мы собираемся, чтобы поговорить о том, что вообще происходит. И я не знаю, о чем будем говорить точно, но я знаю одно, что уже подготовлено письмо и мэру города, и губернатору нашей области. Но это же не просто акция ЛГБТ. Это, если вы понимаете, о чем я говорю, это сексуальное меньшинство. Это те, которые считают нормой всякий разврат, который принадлежит под санкции греха. И это не просто их желание. Это даже не выбор Украины в сторону евроинтеграции. Вы должны понять это. Это составляющая всего человечества. Та глобализация, та система глобального контроля и глобального управления, которое неизменно грядет в этот мир, оно фактически диктует все то, что мы с вами переживаем. История не стоит на месте. Потому что ничего нового эти люди не придумали. Ничего нового в этом мире нет. Есть вещи, которые имеют свое повторение. История, которая повторяется еще раз, и еще раз, и еще раз. Я не стану говорить о проблемах ЛГБТ. Я не буду говорить, насколько это проблематично в обществе. Но это всего лишь пазл в картине, которая грядет в глобальных изменениях. Это тот маленький пазл, или даже, можно сказать, вершинка айсберга. Все остальное, оно лежит чуть ниже плоскости воды. То, что мы переживаем в этом мире, фактически описывается в Писании. Все то, что люди пережили, то, как они живут, сегодня мы можем увидеть в Писании. За много лет, вернее, за 600 лет до нашей эры, это 2600 лет назад, молодой пророк из датной семьи говорил о неминуевых последствиях отступничества от Бога. Имя ему Исайя. Исайя, 5 глава, с 20 по 23 стих. Эти слова, они сегодня открывают сущность, сущность, большую сущность. Это сущность, в которой мы живем. Можно сказать, это почти в то время, где мы живем. Это наше общество. Горе тем, которое зло называют добром. Извините, вы понимаете, о чем я говорю, да? Добро, злом, тьму почитают светом, а свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед сами собою. Горе тем, которые храбры пить вино, сильно приготовляют крепкие напитки, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Когда читаешь эти местописания Исайи, которые были записаны 2600 лет назад, и думаешь, Боже мой, как будто он в воду глядел, да? Как будто отражается наше общество, в котором мы живем. Те все перемены, которые мы переживаем после революции достоинства. И мы говорим, а где же та иллюстрация? Где же те все перемены, которые мы ожидаем? Но, помните, Украина тоже не самая горячая точка мира. Во всем мире происходит то, что мы, может, даже и не замечаем. Как это сильно влияет сегодня на христианство. Фактически многие верующие, не имея основания во Христе, не имея основания в Боге, в своей надежде соглашаются с теми простыми вещами, или переменами, которые ожидают нас. Вот они соглашаются с тем, что горькое называется сладким. Что зло, они говорят, это добро. И многие верующие не видят в этих больших глобальных переменах проблемы. Моё чувство, знаете, какое, почему это случилось в моё время? Вот я, знаете, проснулся сегодня, думаю, а чего это всё, вот это происходящее, я должен переживать. И читать эти новости, они меня не впечатляют. Абсолютно. Я смотрю, что происходит у нас в Одессе, в области, на Украине, может быть, и в Европе, что происходит на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, на Америке, и думаю, Боже, зачем мне нужно было родиться в это время? Знаете, как будто другого времени нельзя было. Но понимаю, что именно в это время я должен был родиться. Именно в это время, которое называется последним временем, об этом времени уже, конечно, давно говорят, вот, скажите, Рэба, ну, подумайте, как не стоит какой-то пророк или поднимается какой-то лидер, всегда говорит, что это последнее время. А, конечно, мы не знаем, ни дня, ни часа, когда он придёт. Но всё-таки некое чувство, что мы живём очень в неправильное время, остаётся у нас. Мы не видим, как в старые времена, вот даже если 50 лет назад взять, мы не видели, как вот такой большой эмиграции народностей или народов. В основном содержались в своих резервациях, да, таких. Вот там живут таджики, там живут украинцы, там молдаване, там русские. Было перемещение по службе, понятно, что и кто-то после военного училища перемещался, или после окончания института, где-то кого-то направляли, да. Но всё же мы не видели этой большой эмиграции, которую мы видим сегодня. Как мы видим из Востока в Европу, из Украины в Европу, из Европы в Россию, может кто-то в Россию, кто-то в Америку переезжает. Все хотят куда-то поехать, там, где нас нет. Мы все хотим уехать туда, где нас нет, потому что мы думаем, что там, где нас нет, там лучше. Друзья, хочу вас разочаровать, там, где мы есть, там тоже хорошо. Потому что везде, где нас нет, там тоже так же самое, как и здесь. Всё зависит от того, какое мы имеем мышление. Мы не видели такого движения интеграции, которое происходит в расовой ассимиляции. Я не только говорю о цветах кожи и национальности, говорю о том, что так сильно сегодня по миру распространяется мнение о морали, о глобализации, о религиозном синкретизме. Слово синкретизм — это слияние разных религий. Сегодня люди смешивают всё то, что нельзя было смешивать раньше, и каждый держался своего. Мы не видели такого ещё раньше, как происходит сегодня. Мы не помним, насколько коррумпирована была экономика и с компьютерным, как бы, мировым рынком. Мы даже понимаем, что кто-то где-то, какой-то аферизм. Мы раньше работали спокойно на заводе, понимали, получаем свою зарплату в 120 рублей и были счастливыми. Чудо такое, знаете, что глобализация — это глобализация, и мы от этого не можем уйти. Военная безопасность, которую мы гарантировали после Второй мировой войны, да, или после Второй мировой войны, сегодня стала брежью для исламизации и терроризма. то, чего мы добивались для себя, для того, чтобы нам хорошо жить, безопасности, сегодня это очень далеко. Мораль, которую мы только читали, а мораль, которую мы только читали в античной литературе, да, вот, сегодня стала нормой для многих народностей, стран, для людей. Язычество, ну, о язычестве говорить не хочется даже, да, потому что, как Украина, возьмем, вот мы сейчас же переживаем, где-то люди ходят, крестный ход делают в честь крещения Украины, да, там, принятие Христа и в христианство было крещено. Тысячу лет назад нас крестили в христианство, мы думали, что мы всегда вот верующие люди, христиане, да, а в сущности сегодня мы попадаем на такие вещи, как не только ересь или лжеучение. Многие люди возвращаются к язычеству, что пагубно влияет фактически на весь, на всю экономику, на всю политическую элиту, на всех. Мы делаем такой микс, микс всего и всех. Мы смотрим на все это и думаем, как же вот в этом мире нам выжить? выжить. Кто понимает, что сегодня все, то, что считалось ценностью, оно шатается, оно рушится, на том, в чем мы основывали свои какие-то правила, какие-то уставы, оно рушится. В этом мире ничего не остается непотрясенным. вы знаете, что Израиль стал одним из примеров такого потрясения. В то время, когда переходили эти изменения, мы знаем этих прекрасных пророков, которые пророчествовали во времена Исаии. Это был Иезекииль, Сафония, Даниил. Конечно, вот в это время, когда Даниилу было 15 лет, всего лишь 15 лет, он попадает в в изгнании, будем говорить, и он в рассеянии, в гелут, мы называем гелут, это рассеяние на восток, если вы помните в Вавилонию. Все, все же каждый из этих пророков в унисон говорили одни слова. Если мы не изменимся, потеряем свою свободу. Как это созвучно сегодня. Как это созвучно сегодня и голос сегодня к верующим, те, кто называют себя христианами, голос сегодня с небес нужно на изменение. И если мы не изменимся, мы потеряем нашу свободу. Но мы знаем, там, где Дух Господен, там свободна. А это значит, что если мы потеряем свободу, мы потеряем наше общение и понимание, кто есть Бог. Горе постигло Израиль в 600 году до нашей эры. И, знаете, хотя псалмы мы считаем чаще всего, что писал Давид, но авторами псалмов были многие люди, кроме Давида. Есть псалом Ассафа, который предменно написан в это же время. Бог стал в сомне богов. 81-й псалом с 1 по 5 стих. Среди богов произнес суд. «Доколе будете вы судить неправедно, оказывать лицемерие нечестивым, давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему, оказывайте справедливость, избавляйте бедного нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли поколеблется». По причине возрастания беззакония основы управления и основы мироздания, они потрясаются. В наше время, как будто эти слова, слово «поколебление», да, принимаются всем другой смысл. Мы понимаем, что это ощущается не просто на уровне семьи или же района, это ощущается во всем мире. Но я не буду сегодня говорить о последнем времени. Я не буду говорить о пагубных последствиях того, что делают люди. Потому что Библия – это не книга осуждения. Библия – это выход из проблем. Это добрая весть, которая дана сегодня людям из опыта проживших до нас поколений. Книга Даниила, которая как зеркало отображает откровение Иоанна, фактически говорит нам выход из ситуации. Более того, это автопиографическая книга. Это то, что делал Господь с Даниилом за несколько десятков лет. Фактически начинается с того, когда Даниилу было 15 лет. Это был подросток. Есть у меня дети, которым 15 лет. Здесь примерно 15 лет. 14, 15, 16 лет. Вот, Ваня, встань, пожалуйста. Вот этот молодой парень, вот считайте, этот молодой паренек, это Даниил, который переживает то, что многие из нас сегодня думают, ну, как бы, небольшая проблема. Небольшая проблема. Вот он ходит в общину, он ходит по улицам, и так далее, как бы, и везде слышит, друзья, если мы не изменимся, мы потеряем свою свободу. Друзья, если мы не покаемся, не изменим свой образ жизни, мы потеряем свою свободу. Что для него это? Это слова или предупреждение? Некое изменение, ну, можешь присесть. Начинается история Даниила с 15-летнего парня. Заканчивается все, когда Даниилу исполнилось 85 лет. 70 лет служения. За это время служение в чужой стране, в чужих правилах, в чужой культуре, где все показывало, что не так, как у тебя дома, он остается верным Богу. Как это? Как это возможно? от прислуги ко второму человеку в империи. Пять раз он поднимался по служебной лестнице, пережил трех царей и остался верным Богу и Слову Его. Давайте посмотрим, как все началось. Данила 1 глава, 1 стих. В третий год царства Иоакима, царя иудейского, пришел на выходонос царь Вавилонский в Иерусалим и осадил его. Мы часто говорим, о, мы храм Бога живого, да, и Дух Божий живет в нас. Скажите, пожалуйста, сколько раз вы в своей жизни переживали осаду от врага? Как будто вас со всех сторон враги оточили, и вы чувствуете, как будто в этом стеснении, что вот-вот ваша стена прорвется, бречь сейчас будет, да, вот это давление от врага, которое приходит. Сколько раз в жизни вы переживали это? Да, мы постоянно, многие из нас, даже не выходят из этого положения, постоянно под давлением находятся, но все-таки эти слова очень важны, потому что дальше говорит, и предал Господь в руки его иокима, царя иудейского. Он скажет, о, Боже мой, зачем? Бог использует водухода Носера, врага Израиля, для того, чтобы что-то сделать, изменить Израиль, для того, чтобы произошло его, как бы сказать, благоволение. Фактически дальше говорится, и сказал царь, Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отраков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов, понятливых для всякой науки, разумеющих науки, смышленной и годной служить чертогах царских, и чтобы научил и книгам, и языку халдейскому и начали назначить царь ежедневную пищу с царского стола и вином, который сам пил и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны быть представлены пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Масаил и Азария. И переименовал начальник Евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисала Мисахом, Азари Авденага. Если вы хотите понять, о чем здесь говорится, почему я выбрал это место писания, потому что очень просто. Этот мир, в котором мы живем, он конкретно следует тем правилам, которые были у Валтасара, вернее, у Навходоносора, извините, пожалуйста. Навходоносор делает стандарт, который сегодня мир ставит для каждого из нас, для людей. Мир хочет, чтобы видеть телесную безупречность, красоту внешнюю, то, что будет стандартно, да, и склонность к науке. Если ты самый умный, самый клевый, ты будешь наверху. Стандарты мирские стандарты Навходоносора. Но я хочу сказать, что далее происходит нечто, что мы иногда не понимаем, что происходит с нашими детьми, с нашими подростками, с нами самими в мире, в котором мы живем. Деморализация. Деморализация начинается. Что вы скажете, Рэб, о чем вы говорите? Какая деморализация? Очень простая. Три года этим молодым людям внушали, что они больше не евреи. Что они больше не часть народа, который никогда не вернется в землю Израиля. Их, им изменили имена. Им говорили три года, что кушать, что есть, книги научные, научить их говорить на другом языке. Деморализация происходит. Это сложно понять, но происходит мы называем чистка мозгов. Три года. Скажите, пожалуйста, как часто у нас бывает в этом мире? Как часто мир меняет нам имена? Сегодня Саша в миру он жулик. Маша можно сказать растеряша. Мы ставим клеймо на людях и это клеймо изменяет их сущность. Мы живем в мире, который само по себе сложный. Почему я говорю об этом сегодня? Скажите, Ребе, что-нибудь радостное расскажите нам. Я хочу вам показать выход из ситуации, в которую вы попадаете, то состояние, когда мы чувствуем, что под нами все рушится. Я не за то, чтобы все разрушилось, а за то, чтобы мы выжили. Чтобы мы понимали, где наша основа, на что полагаться. Смотрите, изменяют им имена. Даниил Автасаром, Ананим Сидрахом. Мы читаем эти имена и почти не понимаем, что происходит. Это систематическое заявление, что тебя больше нет. Твоя идентичность, в чем ты родился, уже нет. Как часто говорится для многих верующих, в том, что ты пережил рождение свыше, ты давно уже верующий. Посмотри на этот мир, изменись, стань реальным, спусти с небес на землю, посмотри, что все люди одинаковые. Ну, нормально, ты уже не христианин, еще долго до небес, если дойдешь, будет нормально. Мы попадаем в этот круговорот и начинаем иногда мыслить, как мыслят мирские люди, как мы мыслили раньше. От того, чего мы отреклись, от того, что мы были рождены свыше, наши имена написаны в книге жизни. Этот мир даст тебе свои имена и свое отношение к жизни. Я хочу задать вам вопрос, что чувствовал этот 15-летний парень по имени Даниил. Что он пережил? Я не знаю, чувствуете ли вы это или нет. Я понимаю, что это сейчас сегодня ирония, может звучать и в прямом эфире. Вы заметили, что там царь говорит начальнику евнухов своих. Да? Вот представьте себе мужчины, вот я обращаюсь сегодня к вам. вы родились у себя в стране. Фактически то, что происходило во времена Яночар, то же самое. Захватывали вас страны и служили другим царям. Представьте себе, вы родились в семье благополучной. Да, конечно, не все хорошо. Вы ходили в храм, вы приносили жертвы, вы знали все молитвы, вы знали на Бога, надеялись на Бога. Вы молились Богу Авраама и Царха Якова. У вас чувство надежды на Бога. Вот понимаете, вы выросли в такой семье, где вы верующие были, слышали, что да, Бог накажет Израиль за то, что он отступил, за то, что он взял других богов и дал поклонничество, язычество некоторое такое смешанное чувство. То есть они изменят Богу и вдруг это происходит. На ваших глазах это происходит. Часто всего в сегодняшнем современном мире поднимаются пророки и говорят, вот идет, грядет бедствие от Бога. Церковь, спасайся, изменяйся, иначе тебя там то, сё, другое, третье. Я часто говорю этим пророкам, вы знаете, осуждать или же говорить пророческое слово к народу само по всему нормально. но почему вы думаете, что вы сами избежите наказания? Настоящий пророк на самом деле он никогда не избегал наказания со своим народом. А иначе знаете кто-то эти люди? Это ну самозванцы. Вам плохо, а мне будет хорошо, за то, что я верный мне будет хорошо. Даниил, Исайя, они все были уведены в рабство, в гелуд, рассеяние. Исайю распилили пополам, не убили, не повесили, не казнили. А представьте себе, пила дружба с одной стороны и с другой, и тебя пилят. За что? За то, что ты верный пророк Божий, ты не сбежал, не спрятался и не сказал, вот теперь у меня убежище всех наказали, а я вот человек. Даниил умер в рассеянии. Он был уведен, так как и все. И говорю о том, что этот молодой человек в 15 лет, когда кажется, что вся жизнь только впереди. Когда вот Ваня, мечтаешь жениться? Да, тот сейчас скажет, хочется жениться, иметь детей. В Израиле это было нормально. Вы заметили, что в Израиле никогда не делали евнухов царю? Я не знаю, заметили или не заметили, но это интересно так. А тут, получается, его взяли в плед, а потом лишили тебя всего наследства. ой, боже мой, боже мой, сложно, нет? Только от этой мысли, то, что там это самое, тебя всего лишили будущего, твоих детей, и всего остального, думаешь, оно мне надо было? Потрясение, потрясение. Дальше тебя ввозят, и тебя начинают деморализировать, тебя начинают учить, и так далее. в этом состоянии, где ты потерял своих родственников, маму с папой, тебя лишили поклонения, приносить жертву твоему Богу, которого ты любишь. У тебя весь мир твой просто накрылся. Просто накрылся. Как ты будешь себя чувствовать? Обращайся к верующим людям. Бывает такое состояние, когда твой весь мир, на то, что ты опирался, он рухнул. Особенно сейчас, ребят, когда ты смотришь на все это, думаешь, Боже, а куда дальше идти? У меня в работе потрясение, у меня это экономические какие-то продвижения, у меня семейные какие-то потрясения, власти, город, куда ехать, куда бежать, чтобы уйти от этих проблем. Слушайте внимательно, у нас всегда будет позиция, что будет всякое потрясение. Представьте того, молодого человека, который пережил все это и остался верным Богу. что не сильно много как бы могут многие даже сильные взрослые люди. Что делать посреди потрясающегося мира, разлагающегося мира, когда все рушится? Знаете, первое, что я вам скажу, что нужно делать? Не удивляйтесь напастьям таким. Не удивляйтесь напастьям. Никто из нас не имеет иммунитета против происшествий, кашающихся нас и людей. У нас есть одна больная фантазия о том, о чем говорит потом Петр. Знаете, какая? Он говорит, возлюбленные, верующие, независимо, вы харизмат, вы мессианские, баптистские, пятидесятнинские, или католические, или православные. Верующие, послушайте, пожалуйста, огненного искушения для испытания нам посылаемо. Не чуждайтесь, как приключение для вас странное. Мы привыкли, у нас есть иммунитет. Если мы верим в Бога, ничего плохого со мной не случится. Но я хочу вам сказать, что ничего плохого может не случиться, но это нехорошо для вас. Лучше, чтобы случалось тогда, когда случается все злое, Бог поворачивает в добро. Мы не должны ожидать, что в этом мире все будет идеально. Мы не можем ожидать это, потому что этот мир идет к концу. Этот мир, он не может быть совершенным, потому что этот мир по грязь в своих грехах, в разрушении и движется к концу. Об этом говорит и Писание. Вы скажете, а почему я должен в это попадать? Я спрошу вас, почему нет? Ну, подскажите, почему нет? Я вам скажу, почему да, а вы мне скажите, почему нет. Почему да? Потому что мы живем в этом падшем мире. И нас не избавит то же самое, что происходит в этом мире. Потому что мы живем в обществе, которое имеет законы. Иоанна, 15 глава, 33 стих, Ишуа говорит или предупреждает нас о грядущих вещах. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. И мир будете иметь, в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь. Я победил мир. Я победил мир. Ведь давайте признаемся так честно, когда мы говорим о ситуации, в которой мы попадаем. Чаще всего это натура, естество человека найти кого-нибудь виновного в этом всем. Найти того, на кого можно все скинуть. Мама, папа, школа, правительство, Сбербанк, или там еще Овальбанк, или что-то еще там. Они виноваты, что я взял кредит и нужно отдавать. Ну как бы так. Если бы не предлагали, я бы не взял бы. А так нужно отдавать теперь все. Если не могу отдать, все забирают. Виноваты все, ну как не я. На самом деле, ища виновного, мы с вами не решим проблему. Мы только себе больнее делаем. Я всегда говорю, что людям, когда приходят, говорят, у меня есть ситуация, проблемка есть. А я сразу говорю, слушай, это произошло уже? Да, да, произошло. кто-то виноват. Я говорю, подожди, ты можешь эту ситуацию сейчас изменить каким-то образом? Нет, не могу. А я скажу, ты можешь. А что можно сделать? Помолиться. Нюма, помолиться. Помните, да, ответ какой? Нюма, не, мы можем думать, что мы делаем правильные вещи. Найти ком-то проблему. Если даже кто-то виноват, может ли это уже измениться? Есть четыре источника наших проблем. Можете записать себе. Есть четыре источника наших проблем. Первое, это вы сами. Я. Я являюсь самым большим источником своих собственных проблем. Потому что не вас мучает чувство зависти, а меня, например. Вы здесь спокойно живете, а я с этим начинаю бороться. Больно. И оно крутит меня. Оно, я сам против себя. Не вас уничтожили, отражают чувство гордости, как и покидавещал. Вам все равно. А меня оно просто разрывает. Проблемы со всем это я сам. Первое, это я сам. Я не идеальный человек. Я знаю, что я сам борюсь с многими проблемами, и я сам себе врежу. В мыслях, желаниях, прощении, может злоба, ненависти. Я сам себе наношу урон и раны. И я являюсь этой проблемой. Знаете, я знаю одну вещь. Все мои недостатки всегда беспокоят только меня. Поэтому я очень и очень рад, что мне на небесах не придется тусоваться самим собою. Знаете, почему? Потому что у меня будет новое тело. Мое прежнее все я вам гарантирую, если я вам не нравлюсь каким-то образом, какие-то мои привычки, какие-то разговоры мои, я вам скажу одну вещь. Я вам понравлюсь на небесах. Я буду другим совсем. Абсолютно другим. Мало того, я не буду доставать вас вопросами, что у вас происходило. И больше это вам скажу. Вы не будете доставать меня. На небесах совсем другая история будет. Но здесь на земле самым большим врагом для всего этих проблем я сам. Второе это мир. Второе это мир. Источ наших проблем это мирской образ жизни. Это мир. Мир всегда будет недооценивать нас. И мы будем чувствовать, что нас недоценили. И мы будем пытаться им доказать обратное. Примите меня. Я умный. Я красивый. Я могу. Все могу. И говорим себе внутри. Укрепляющем меня Иисусе. Примите меня. Мы как раз беда. Что ради похлебки мы продаем свое первенство. Мы искуплены. Третье причина нашего проблем это сатан. Сатана мы называем. Дьявол. Это зло, которое еще не осуждено. Оно еще не посажено на цепь. Некоторые имеют тенденцию и думают, что у них есть власть его загнать в ад. Кричат там, да? Я тебя связываю, сатана, иди в ад. Скажу вам историю о том, что ад еще не для них. Еще не пришло время. Написано, что он скует его, и Иешуа властью своей сделает это. Но каждый раз, когда вы просыпаетесь рано утром, вас ожидают неприятности. Вы говорите, какие? Ведь я хожу с Иисусом, Он моя защита, Он моя охрана, и так далее. Да, но искушений никто еще не избавил вас. Что подумали? Кому позвонить? Что первое сделать? И эти искушения всегда будут с вами враг использовать старые методы. Разочарование, непрощение, сомнение, гнев, ненависть, депрессия, для того, чтобы вы были инертными в познании Бога. Когда все это происходит, мы становимся инертными. Мы не хотим ни молиться, ни читать Писание, ни узнать благо Господь, что Он для меня есть. Потому что это все давит. Как только Он имеет возможность это сделать, мы теряем вообще свой ориентир. И некоторые сексуальные тоже. В этом это беда. И четвертое, на чем я может быть остановлюсь, но мне мало времени. это Бог. Да-да, я не ошибся. Мы готовы списать на все неудачи, проблемы свои, которые у нас есть, на дьявола. Нам легче всего это сделать. Мы часто говорим бес попутал. как это произошло? Бес попутал. И там такой вот, ну как бы я-то был, ну как не хотел, помните, эти руки ничего не брали. Да, вот я не хотел, вот пришел рогатый и соблазнил. На взятку, на всякие сексуальные изменения в голове, на предательство в семейной жизни, то есть измену, да, там и все такое. Я не хотел, она сама пришла. Помните фильма «Невиноватая я». Вот этот момент здесь очень часто мы хотим скинуть на бесов, но есть ситуации и в жизни нашей, которые к Богу подтягиваются, то есть он делает так, чтобы нам привлечь наше внимание. Да, в действительности он использует может быть и врага для того, чтобы как бы сделать искушение, потому что все-таки я вам скажу честно, дьявол, он не имеет независимости, чтобы вы понимали, он подконтрольный Богу, да, чтобы вы понимали это. И Бог ему говорит, как и Ио, говорит, всего он может коснуться его семьи, его богатства, земель, скота, но к душе его не вздумай подходить. Помните, да? Так что у Бога есть контроль над этим чудом тоже. хочу сразу сказать, если вы оказались в проблемах из-за вашей глупости или по причине, что вас подставили в этом мире, дьявола или Бога, для вас есть добрая новость. Знаете, в чем эта добрая новость существует? Очень простая. Бог из зла хочет сделать добро. даже если это виноват сам Бог, как вы думаете, он из ситуации, которая на зло, Бог его выводит в добро. Даже когда вы согрешили, вы скажете, ой, что делать, и так далее. По-моему, честно, иногда это чувство, которое вы переживаете, тянет вас на покаяние, изменение из вашей жизни. Это служит вам в добро. зло. Вы скажете, дай еще какое-нибудь местописание, чтобы подтвердить ваши слова. Очень просто. Зло какое. Как вы думаете, распятие это зло? Это плохо. Не, конечно, это хорошо. Кто первый? Вы первый хотите пойти на распятие? За кого? За нас? Наверное, мало кто хочет умереть. Христос или Мессия, который был рожден для этого? Да, он действительно пошел на это. Крест, это как зло. Они говорили, ученики, он умер, умер, умер. Но Павел говорит, но он воскрес для нашего оправдания. Крест и воскресение. Зло и добро. Даже тогда, когда мы падаем, нам нужно помнить, что нам нужно двигаться к добру. Из этого текает вывод, когда мир вокруг тебя рушится, нужно искать добра. Нужно искать пути к добру. Библия об этом говорит. Кто знает делать добро и не делает, что? Тому грех. В наше время необходимо не смотреть и искать кто виноват и что нам делать дальше. Делать кипиш, геволт и все остальное. Нам нужно решить искать доброго в этом мире. Искать путь к добру, помощи людям, быть светом в этом мире, для того, чтобы благость Господня распространялась в этом мире. Выход из этого рушущего мира наш ответ. Вы свет мирующего, Поэтому причине нам нужно найти путь добру. Еремия 29, 11, Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Раз и перемены. Для чего все это происходит? Для чего Бог потрясает лично меня? Скажу очень просто, для того, чтобы испытать меня. Зачем эти потрясения происходят? Испытать меня, друзья дорогие. Скажите, ну хорошо он тебя испытает, он знает, что ты будешь делать. Да? Я не знаю, кто сказал, однажды человек говорит, что люди похожи на чайный пакетик Тейлонского чая, или там Липтон. Ты не узнаешь вкусного чая, пока не макнешь его в горячую воду или в кипяток. Вы поняли, о чем я говорю? Да? Мы никогда не узнаем человека, сущный человек, пока его не поместить в обстоятельства, где он пустит свой цвет, на что он похожий. Вкусно его потом с ним иметь дело или нет? Горько или сладко? Если Богу все известно, тогда зачем это он делает? я вам скажу, для того, чтобы мы знали, кто мы такие, он делает это для нас. Для него эти испытания, проявления, кто мы, не нужны. Он все знает, мы знаем, что мы будем делать, мы знаем, что еще на нашем языке есть, но все это делает для того, чтобы мы судились, судить из себя. Все это происходит, чтобы мы поняли, кто мы такие. Можно ли с нами иметь дело или нет? Можно или нельзя? Бобой! Can we do anything about it? Можем ли мы что-то с этим сделать? Могут ли люди с нами иметь дело? Вот мы испытываем себя. Проявление мы скажем, о да, я знаю, что я выдержал это, и поэтому я смогу с людьми работать. И они скажут, мы тебя испытывали, мы тебя испытали, ты дадим верным, с тобой можно иметь дело. Еремия 17,10 говорит, я Господь проникаю в сердце, испытываю внутренность, чтобы воздать каждому пути его, и по делам его, по плодам дел его. Он говорит, я проникаю в сердце, Богу, знаете, вот не важно, что ты сделал, Богу важен мотив. Вы понимаете, о чем говорю? Какой мотив? мотив того делания, которое вы сделали? Что заставило тебя сделать то, что ты сделал? Если вы в жизни проходите пустыню, как Израиль, который 40 лет путешествовал по пустыне, знаете, каждый раз, когда Бог давал испытания, а их было примерно 7 испытаний до израильского народа, народ опять, знаете, как в стрельбе по мишеням, да, лыжи со стрельбой, да, есть такой. Момент такой, ты промазал, и Бог говорит, Израиль, еще один кружочек. Ведь фактически расстояние можно было пройти за несколько месяцев, 40 лет, 40 лет. если вы чувствуете себя в пустыне, знаете, что вы, как Израиль, испытываемый. Испытываемый. Я вам покажу Писание, второзаконие 8.2. И помни весь путь, который вел тебя Господь. Помни. Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповеди его или нет. Вы скажете, Ребе, я не знаю, я в пустыне или нет. Я вам скажу, как легко испытать, что такое пустыня. Это когда кажется, что Бога нет. Вот вы верующие давно, а вот почти в состоянии, где Бога нет. Все, что у меня в жизни происходит, где Он? Кричу, нет ответа. Зываю, не услышит. Чувство, когда ты просто остыл ко всему той первой любви, которая у тебя была в Вишуа Мессии, да? Тебе это больше уже так не пропирает, когда все молятся до Мусорьи. Люди. Это пустыня. Простая пустыня. Знаете, что там ценится в этой пустыне? Верность. Верность. Верность не тогда, когда ты пришел на собрание, классное пославление, подняли руки, помолились, такое чувство, о, хорошо. А верность во все недели. Когда ты на работе не чувствуешь, что рядом Бог есть, и тебе хочется так проматериться, чтобы все слышали, как тебе это все достало. И ты думаешь, о, положи на уста мои печать, чтобы я ничего не сказал лишнего. Верность Богу. Вы понимаете, чего говорю? Многие из нас, многие верующие сегодняшнего времени проходят в пустыню, когда происходят эти потрясения во всем мире. Они спрашивают, подожди, почему те обетования, которые были раньше, когда пришел к Богу, оно мне все действовало. Я хотел работу, получил работу, задумал машину, я поработал, купил машину, квартиру, жену имею, с детей имею, все было классно. А сейчас, когда пустыня, Бог говорит, я хочу не твоих чувств, не твоих переживаний, я хочу убрать эти чувства, переживания, вот это вот, эмоционального. И посмотрю, насколько ты будешь верный простым, простой букве закона. Не прелюбодействуй, не кради, не возжелай. Кто из вас, когда что-то происходит, вспоминаю 10 заповедей? Никто. Боже мой, я сам не помню их. Когда что происходит, я даже не вспоминаю, с какой части я, как бы, это где-то пролетел. Как в том анекдоте, да, не укради. У еврея пропал велосипед, и он идет к Ребе, говорит, ну как так, это самое, у меня велосипед пропал, что делать? Ты начни молиться Богу, и перечисли все 10 заповедей. И когда он дошел до слова прелюбодеяния, вспомнил, где он его оставил. я знаю, что это все в прямом эфире, это все записано будет еще, но на самом деле мы люди. Мы хотим быть с Богом близко. И последнее, я просто назову его, Бог посылает в нашу жизнь испытания для того, чтобы научить нас исправить недочеты. Исправить недочеты. Не удивляйтесь всему тому, что происходит в вашей жизни, но оставайтесь в состоянии ученичества, послушания Богу. Мы с вами поколение Даниила, которое не только живем в чужом мире, потому что мы странники и пришельцы в этом мире. Но при этом мы остаемся успешными, несмотря на притеснение, давление этого мира. Давайте же мы будем стремиться к Богу. Перестанем роптать. Надеемся на того, кто может изменить все. Возьмем на вооружение не только терпение, но участие в делах Божьих. И если у нас есть возможность, даже если мы это не чувствуем, как сегодня было сказано, даже не чувствуем, что же делать правильные вещи, давайте сделаем. У нас этот месяц приближающийся, месяц благовестие. Мы будем на улицах, в парках, к которому присоединяются еще другие общины, церкви, и я думаю, что будет очень интересно. Зачем вам сидеть в ваших домах, в ваших квартирах, тупо смотреть сериал, особенно последний, не знаю, связанный с украинской девушкой в турецких лагерях. Я вам честно скажу, я даже иногда маму свою не узнаю. У меня вообще телевизор не включается, когда она приезжает, он постоянно работает. я понимаю возраст, я не думаю, как бы так, но как любили говорить, уберите это всевидящее око, там есть кнопочка выключить, присоединяйтесь к нашим танцевальникам, к нашей хвале поклонения, к группе, в сквере, или там получается в парке, в Азарном, на базарном сквере, там будет весело, там будет хорошо. Будем приглашать людей, будем радоваться. Присоединяйтесь к благовестникам, которые будут достигать народ, которые вообще не знают Бога. Но это наш путь. И если вы чувствуете, что под вами все рухнуло, давайте обратимся к Богу и скажем спасибо, что ты в это время испытываешь меня, и в это время учишь меня. Мы станем наши новыми и в это время Спасибо.